Здравствуйте, друзья! С вами Елена Викторовна, ведущая блога okenglish.ru. Английский может выучить каждый и ваш личный репетитор. Давайте сегодня изучим юнит 47 английской грамматики English Grammar in Use автора Murphy, которую ещё называют синий Murphy. Это грамматика среднего уровня, intermediate. И наш юнит 47 посвящён такой важной теме, как косвенная речь. Reported speech. He said that. Он сказал что. Что такое косвенная речь? Это способ, при котором мы передаём слова какого-то человека. Передаём мы эту косвенную речь по определённым правилам. И эти правила мы с вами сегодня изучим. Давайте посмотрим на пункт A. Сидит человек, говорит I'm feeling ill. Пол говорит Я чувствую себя плохо. Как же нам передать его речь? В английском языке есть два способа сделать это. Первый способ. Мы можем воспользоваться прямой речью. Пол сказал Я чувствую себя плохо. Пол said I'm feeling ill. Либо мы можем пользоваться косвенной речью, что более предпочтительно. Пол said that he was feeling ill. Чем же отличается первый вариант от второго? Помимо того, что в первом варианте используются кавычки, а во втором не используются, у нас ещё есть некоторые грамматические изменения. Например, I, я. Мы уже передаём местоимением, которое характеризует человека. he, пол. Имя уже не нужно использовать, только местоимения. А в настоящее время am изменилось на was. Прошлое время. Давайте подробно рассмотрим правила, по которым строится косвенная речь. Правила построения предложений в косвенной речи достаточно простые. Когда мы используем косвенную речь, то наше предложение можно разделить на две части. Первая часть. Кто-то сказал что? Пол said that. Это первая часть предложения. Главная часть предложения. Вторая часть предаточная. Что идёт после that? Пересказ речи человека. Самое главное, что нужно запомнить. В первой части обычно мы используем прошлое время. То есть в главном предложении глагол стоит в прошлом. Past simple. Paul said that. I told her that. He asked. И так далее. В принципе, случаются варианты, когда используется и настоящее время, но они достаточно редко используются, и всё-таки люди англоговорящие предпочитают использовать прошлое. set, told и так далее. Во второй части предложения мы тоже используем обычно прошлое время. Английский язык очень любит согласование. И если первая часть предложения сказана в прошлом, заявлена в прошлое время, то мы уже не переходим на настоящее. Нам нужно тоже использовать какой-то вариант времён past. И что же делать в этом случае, если прямая речь была в настоящем? Вот тут-то и появляются определённые правила, и по которым меняется предложение. Обратите внимание, что слово that можно вовсе убрать и не говорить его. Paul said he was feeling ill. Paul сказал, он чувствовал себя плохо. На русском языке достаточно неудобно, и слово что мы оставляем. Но в английском оно совершенно не обязательно. То есть оба варианта Paul said that he was feeling ill и Paul said he was feeling ill оба варианта абсолютно верные. Если наша речь, которую мы переделываем в косвенную, наша прямая речь, была в настоящем, то мы будем менять её таким образом. Am или is превращается was, are, where, do, does, did, have, has, had, will, would, would – это форма называется future in the past, can, could. Очень простая схема. Если у нас был смысловой глагол в настоящем времени, например, want, like, know и так далее, то мы ставим его в прошлое время past simple. Wanted, liked, knew. Давайте внимательно изучим примеры того, что говорит девушка по имени Дженни. Дженни говорит My parents are very well. Мы передаём её речь. Дженни said that her parents were very well. Дженни говорит I'm going to learn to drive. Мы передаём её речь. She said that she was going to learn to drive. Она говорит I want to buy a car. Мы передаём её речь. She said that she wanted to buy a car. Дженни говорит John has a new job. Косвенная речь. She said that John had a new job. Дженни I can't come to the party on Friday. Мы передаём её речь. She said that she couldn't come to party on Friday. Она говорит I don't have much free time. Мы говорим She said that she didn't have much free time. I'm going away for a few days. I'll phone you when I get back. She said that she was going away for a few days and would phone me when she got back. И последнее замечание. Если у нас в прямой речи и так использовался past simple, reads on you и так далее, то мы можем оставить тот же самый глагол в косвенной речи. Можно его не менять. Так и оставляем. Либо мы меняем его на past perfect. Had done, had seen, had known. Напомню, past perfect состоит из двух частей вспомогательного глагола hand и смыслового глагола в третьей форме. Я думаю, что ничего сложного в этом времени нет. И как по мне, это увлекательное упражнение переводить прямую речь в косвенную. Достаточно немножко потренироваться, и вы интуитивно поймёте, как делать предложение в косвенной речи на английском языке. Успехов! Тренируйтесь, делайте упражнения, и ваш английский будет становиться лучше и лучше. До свидания! С вами была Елена Викторовна, okenglish.ru Учите английский с удовольствием! Учите английский с удовольствием!